Террористы напали на поезд, вывозившие из Демитровградского НИАРа ядерные материалы и похитили их. В результате боестолкновения с прибывшим к тревоге караулом, преступники, захватив заложников, забаррикадировались в железнодорожных мастерских. Причем впоследствии, в время переговоров, одного из заложников убили. Это несколько вводных очередных тактик специальных учений, проведенных оперативным штабом Ульяновской области. В них были задействованы специалисты и средства всех силовых ведомств, а это порядка 900 человек и более 60 единиц автомобильной и специальной техники. Оперативный штаб, по результатам этих учений, провел детальный анализ действий всех привлекаемых силовиков и выработал меры по совершенствованию их готовности к практическому применению при проведении контртеррористической операции. «Неделя в профессии» – такое название получила акция Общероссийского народного фронта, в рамках которой по всей стране организованы экскурсии для школьников разных возрастных групп, а это 5-е и 6-е классы, 7-е и 8-е, а также старшеклассники и выпускники на современные промышленные предприятия России. В Ульяновске учащиеся 35-й и 49-й школ побывали на Симбирском станкостроительном заводе, где представитель регионального штаба ОНФ Алексей Ситников рассказал о предприятии. Цель акции – показать подросткам работу современных заводов изнутри и сформировать у ребят целостное представление о технологическом цикле производства продукции, повысить престиж инженерных и рабочих профессий. В Зелячувашеская кулатка Старокулаткинского района свой 12-й престольный праздник отметил уникальный храм Дмитрия Солунского. А его уникальность заключается в том, что это единственная православная церковь в районе, где подавляющее большинство населения – мусульмане. Праздничную литургию возглавил епископ Барышевский и Инзинский колорет, которым помогал настоятель храма отец Илья. Он, кстати, помимо того, что возглавляет приход, является старостой села, а недавно еще стал председателем одного из крупных сельхозпредприятий. По завершению литургии священники Барышевской епархии сделали пришедшим на службу подарок. В соседнем райцентре Радищева замироточила икона преподобного Сергия Радонежского и собранным миром помазали прихожан храма Дмитрия Солунского.